Оказывается, есть люди с синдромом Дауна, оказывается. Оказывается, они умеют разговаривать. Спасибо. Тебе даже спасибо. Ну все, всех отправили. Какие-то такие вещи, это не так сложно на самом деле. Давайте еще раз. Вот типа ходим, 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 ходим. Ходим, ходим, ходим. И один такой. Меня зовут Катя Дзвоник. Я театральная актриса, режиссер. Уже 7 лет я являюсь куратором лаборатории инклюзивного театра «Действия буквально», где наряду с нейротипичными артистами на сцену выходят люди с особенностями ментального развития, нейроотличные, это люди с синдромом Дауна и с аутизмом. То есть у нас 10 особых артистов, 8 нейротипичных артистов, всего 18 человек в команде. До того, как я начала работать в «Действия буквально», я не взаимодействовала с людьми с особенностями никаким образом. Это просто так сложилось. Если кто-то один останавливается как-то, вот, вот остановилась, мы должны к ней достроиться. Каким образом, чтобы картинку общую сделать? Все упражнения, как бы, все, что мы делаем, в принципе, это та же программа, которую там за 4 года проходят профессиональные актеры. Плюс, когда у нас были гранты, мы платили всем одинаковую зарплату. Это тоже очень важно. Это было одно из условий таких важных нашего гранта. Фактически социализация, трудоустройство, вот эти все вещи. И, собственно, когда мы делали open call, в фондах есть самодеятельность. И когда мы обращались к руководителям фондов и так далее, люди не понимали вообще, зачем это надо. Родителям достаточно сложно было сначала принять, что их дети действительно не дети, что это взрослые люди, которые занимаются определенной деятельностью, которые создают искусство по-настоящему, что это не арт-терапия, что это никакая не жалость, не благотворительность, а что это реально как бы мы занимаемся театром в самой чистой его настоящей современной форме. И это прям тоже большой путь для родителей был, да, потому что там, ну, вначале они просто не понимали. Им казалось, что вы какие-то, что-то ходите, что-то воете там, вы как бы что-то руками дрыгаете, что происходит, как бы. Но после того, как мы выпустили первый спектакль, я думаю, все встало на свои места и, ну, все поняли, что это действительно круто, что это такое настоящее современное искусство. Бота всех любит, бота пишет потрясающие стихи, которые всегда идут так, типа, бота любит того-то, бота любит того-то, тот-то молодец, тот-то классный, вот бота самая позитивная женщина вообще в нашей труппе. Маша, которой сегодня нет, полный антагонист боты. Маша всегда приходит на спектакли, честнадорецкий спектакль, не буду его играть сегодня. Они, как бы, и они две звезды, они все время соперничают. Ты даже шапашки попьешь? Ну, давай. Мстислав, кстати, один из самых новеньких наших артистов. Он пришел где-то в девятнадцатом году, по-моему, и сразу влился в спектакль «Вавилонская башня». Халев просто самый организованный человек в мире. Халев приходит за два часа до репетиции и ждет у закрытых дверей. Даже я не прохожу за два часа до репетиции. Халев приходит, мне всегда очень стыдно. Спасибо. Тебе даже спасибо. Алмаз вообще, мне кажется, один из самых добрейших людей. Мне всегда Алмаз, знаете, ассоциировался с моим дедушкой, потому что ты как к ней придешь, он такой сразу «Ой, Катюша, привет!» Он тебя обнимает, что-то тебя там воркует. И вот так со всеми, ну просто с каждым из труппы. Вот Алмаз каждому найдет какое-то доброе слово, что-то хорошее. Абзал. Для меня Абзал один из самых потрясающих пластических артистов вообще в нашей труппе, потому что его тайминг, когда он делает какие-то движения, когда он танцует, когда он делает эти перформативные штуки, это что-то за гранью. Ну, то есть, я думаю, даже не все артисты бутопрофессиональные настолько погружены в процесс, насколько Абзал это делает. Еще такой момент, что в труппе остались те ребята, которые реально могут выносить трехчасовые репетиции и двухчасовые спектакли. Потому что, например, у нас была великолепная Зухра, вот Ботина подружка, которая просто через час ложилась спать где угодно. Знаете, как бы ее было не разбудить. Она как бы отработала свое и легла. В 2017 году, когда мы только-только начали работать с инклюзивной лабораторией, я сама, честно говоря, достаточно осторожно подходила к этому вопросу, потому что, наверное, не было какого-то понимания того, каким образом нужно взаимодействовать с людьми, с особенностями. И через театр, конкретно я, научилась общаться с людьми. Я поняла, что это вообще не страшно. В некотором смысле мы ограничены полем театра. То есть мы говорим, что то, что происходит на сцене во время репетиции, за это мы несем ответственность. То, что происходит за границами театра, это немножко не наша ответственность. Но, тем не менее, все равно факт того, что ребята чувствуют себя благодаря театру более свободно, более уверенно и так далее, позволяет им дальше социализироваться. То есть, например, когда мы были в Алматы Тауэрс, когда было помещение, там были кофейни. И вот там через несколько месяцев наших интенсивных репетиций ребята стали сами выходить, покупать кофе себе. И те ребята, которые работали в кофейнях, начали к ним по-другому относиться. Они перестали их бояться, начали с ними болтать. То есть вот такие вот какие-то маленькие подвижки. Посадить на такси – это тоже такая тема, что большинство из ребят вообще только с родителями передвигаются. Факт того, что мы можем себе позволить созвониться и просто кого-то на такси посадить, и человек сам доедет – это тоже огромный шаг, на самом деле. Я понимаю, что это кажется какими-то микроскопическими вещами, но мы по факту вообще не видим людей с особенностями ни на улицах, ни в общественных местах. Так, ну что, всех отправили. Это всегда вдохновляет, каждый раз, и каждый раз больше и больше, потому что, ну вот сегодня, например, мы поиграли, мы с ребятами не виделись несколько месяцев, ну на сцене именно. И каждый раз какие-то новые скиллы, ну то есть как бы они опять двигаются не так, как они двигались три месяца назад. То, что вот они сегодня придумывали вот эти истории, это мы сегодня только попробовали, ну в смысле, мы этого не делали раньше. Это, ну как бы, я думала, что мы еще не там, а мы, оказывается, уже там. То есть это каждый раз какие-то великолепные открытия, мне это дико нравится. Чем больше мы работаем вот в действии буквально, тем больше я понимаю, что особенности, ну как бы, то, что называется ментальными особенностями, это вообще такая плавающая очень тема, она очень широкая. То есть как мы можем говорить там о каких-то особенностях людей, когда мы все разные? Ну то есть я там люблю красное, вы синее, да, там, кто-то спит до часу, кто-то просыпается в пять утра. Ну то есть это же все особенности, на самом деле. Какая разница, они как бы, каким образом они выражены? Тут как бы факт в том, что опять же создавать такую среду в каких-то сферах деятельности, хотя бы в каких-то, да, сферах деятельности, где эти особенности, ну как бы пригодятся, да. Как ни парадоксально, очень интересно, что чем менее вот наши артисты социализованы, например, тем более тонко они работают. Ботовас производит истории из сериалов про то, как делают предложения, да, а Абзал делает какую-то безумную пластическую историю, которая просто, ну вот как бы какой-то спектакль уже на самом деле. Наши спектакли, они тоже такие достаточно свободные в форме, то есть там нету, это не так, что мы заучили текст, заучили мизансцены, ты встань сюда, ты как бы повернись туда, ты спой, ты походи, нет. То есть у нас есть некие образы, ну, некие истории, да, некие как бы нарративы, да, но по большому счёту, как они делаются, это каждый раз может быть по-новому. И вот в этом как бы есть как раз вот то поле инклюзивности, которое позволяет каждому делать, что он хочет, но в рамках определённых условий. Ко всем нужен свой подход. Мы поняли, например, у нас так получилось из-за специфики группы, что мы зашли с тела. Ну и плюс это как бы моя специализация тоже, то есть у меня там специализация пластический театр, поэтому я как бы что умела, то и дала. Зашло. И вот, и стали работать так. Потом мы подключили голос, к нам приезжали педагоги прекрасные, стали мы петь. Вот сейчас у нас, например, текст отстаёт, ну, просто потому что пока, видимо, не встретили такого педагога, кто нам хорошо текст подтянет. Ну, я думаю, что всё впереди. Театр, да, искусство становится тем полем, через которое можно оказать максимально эмоциональное воздействие на сообщество. Если как бы человек сходил на наш спектакль, то он уже начинает думать, ага, то есть оказывается, оказывается, есть люди с синдромом Дауна, оказывается, оказывается, они умеют разговаривать, оказывается, они могут с тобой взаимодействовать, оказывается, к ним можно подойти, как бы пообщаться, поболтать, пообниматься. Ну, то есть, вот такое. Как актёр я могу сказать, что это суперобогащающий опыт для нейротипичного актёра, потому что то, как ребята работают на сцене, ну, как бы ни один человек с достаточным даже профессиональным, там, обученный и так далее опытом так не сможет, потому что они настолько открыты, они настолько с удовольствием погружаются в любую игру, они настолько, я не знаю, то есть, как бы всё работает, то есть ты что ни предложишь, всё работает, всё работает классно, потому что вот именно эта парадоксальность их мышления, она очень круто работает с точки зрения искусства, то есть это добавляет вот такие оттенки, такие как бы грани, да, даже каких-то обыденных вещей, которые, ну, как бы, не знаю, даже лучший драматург, наверное, нейротипичный и редко когда напишет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok